Я Тан Ярла. Требую, чтобы меня отпустили. Будь аккуратнее! Говорят, Стражи Рассвета возрождаются. Это охотники на вампиров или что-то такое обосновались в старом форте возле Лифтена. Может и мне стоит к ним пойти? Приветствую! И добро пожаловать в The Elder Scrolls V Skyrim. Так, я переместился в Вайтран. Сейчас нам тут надо поговорить с каким-то чуваком. Почему ты попрошайничаешь? Выгнали. Сказали, что я им не нужна. Я оказалась здесь, но я... я не знаю, что делать. Я так по ней скучаю. Угу. Ты выглядишь хуже, чем я себя чувствую. Ты самый лучший. Давай ты будешь моим папой. Не, извини. Не надо мне такого счастья. Всего одну монетку. Пожалуйста. Я тебе дал уже монетку. И я, между прочим, все еще на дом коплю. Сам, по сути, бездомный. Жил да был враг на рыжий героем. Он слил как-то раз. Он, Вайтран, ненадолго вхрипыл. Он куражился... Что, нельзя уже и выпить спокойно? Что враг ему всяк не почет. Мавен сказала, ты меня ждешь. Буду краток, потому что у нас много работников. Он услышал мотивы на смешке. Владелец недоварни Хонинга, Сабьерн, устраивает дегустацию для капитана-стражи Вайтрана. А мы должны отравить мёд. И яд у тебя? Нет, нет. В этом вся прелесть плана. Мы хотим, чтобы Сабьерн сам его нам отдал. На медоварне проблемы с грызунами. Весь город это знает. Керсины, яд и мёд плохо сочетаются. Понимаешь, о чем я? И какова моя роль? Ты просто окажешься рядом и поможешь бедному старому Сабьерну. Он даст тебе яд, чтобы потравить грызунов. А ты подбросишь немного яда в чан с суслом. Умно. Мы с Мавен долго это планировали. Нам нужен только кто-то вроде тебя, чтобы пройти туда и сделать дело. Теперь иди, пока Сабьерн не отрастил мозги и не нанял кого-то другого для чёрной работы. Как добраться до Чанов? Два здания соединены тоннелями, которые вырыли грызуны. В них есть вход из кладовки в подлоге. Там раньше всё было забито досками. Доски я уже убрал, чтобы вредители пролезли на медоварню. Оттуда и начинай. А почему не пройти просто через медоварню? Да Сабьерн её вечно запирает. Но если сможешь пройти так, вперёд. Какой тебе в этом интерес? Я совершил ошибку. Одолжил денег у Сабьерна. Он разрешил мне отработать долг, но теперь гоняет меня в хвост и в грибу. Обращается со мной как с рабом. На мне тут вся самая грязная работа. Что-то мне подсказывает, что долг это ещё не всё. Но прежде чем ты начинай свою свою не успею, но и приподнимусь в обществе. Мы с Мавин договорились. Если Сабьерн угодит в тюрягу, она получит его медоварню. И знаешь, кто будет управлять медоварней Чёрный Вереск в Вайтране? Правильно, я. Грызунов тоже надо травить? А зачем? Когда с Сабьерном будет покончено, Мавин приберёт это заведение к рукам. Так что грызунов так и так травить надо. Считай, что это ещё одна чёрная работа. Я своё дело сделал, их сюда привёл, а ты теперь их отсюда вычистишь. Помни, Сабьерну понадобится помощь. Сделай всё красиво. Конечно. Всё будет по красоте. На что ты пялишься? Не видишь, у меня тут проблемы. Что-то не так? Ты что, издеваешься? Посмотри вокруг. Я должен подготовить дегустацию нового особого мёда Хонинга для капитана Стражи. Если он увидит медоварню в таком состоянии, для меня всё будет кончено. Может, и я помогу? Да ну. Ещё скажи, что сделаешь это просто по зову сердца. Надеюсь, ты не будешь требовать оплату авансом. Ладно уж. Оплата по факту. У меня одно требование. Этих паразитов нужно уничтожить раз и навсегда, пока моя репутация не погибла окончательно. Как их уничтожить раз и навсегда? Я купил яд. Хотел заставить этим заниматься моего ленивого помощника Малия, но он опять куда-то запропастился. Если ты его положишь в гнёзда этих тварей, они уже не вернутся. По рукам. Не возвращайся, пока все они не передохнут. Я ещё работаю. И что ты тогда тут стоишь? Я сказал капитану Стражи, что мы убираем медоварню перед дегустацией. И он может прибыть в любую минуту. Ты упомянул какого-то Малия. Малия – это лучшая сделка в моей жизни. Я как-то одолжил ему немного золота, хотя знал, что он не сможет расплатиться. Ничто так не снижает себестоимость, как бесплатная рабочая сила. Ну вот, теперь мне всё это убирать. Займись уборкой. А я пойду потравлю крыс. Где тут спуск в подвал? Гляньте, сколько здесь этих чумных тварей. Тут даже на них капканы поставили. Учитывая их размеры, это, конечно, не самая плохая мысль. Надеюсь, они не переносят какие-нибудь болезни. Иначе ещё своими укусами заразят нас чем-нибудь. здесь ещё и пауки водятся. Ну да, я заметил паутину, пока сюда шёл. Эти твари ещё более отвратительны. Тебе не взять вверх. Так, возьмём лук. Ах ты, скотина. Надо подлечиться. Иначе он нас убьёт. Иначе он нас убьёт. Осторожней, что ли. Извини, Лидочка. Я тебя толкнул. Я не специально. Иначе он нас убьёт. Продолжение следует... Тут еще и противники-люди откуда-то взялись. Это какой-то маг. У меня случайно не завалялось какое-нибудь зелье антимагии? О! Зелье сопротивления огню. То, что нужно. Он как раз фаерболами метается. С ним покончено. Давайте залутаемся. А у него неплохие вещицы. Давайте наденем кольцо, которое мы с него сняли. Вы блокируете щитом на 15% больше урона. Я, конечно, щитом не пользуюсь. Потому что использую двуручный меч. Снова квадратики вместо текста. Если кто-то знает, как решить эту проблему, напишите в комменты, пожалуйста. Вот оно гнездо, как я понимаю. Сейчас мы им займемся. Если хотите это читать, то ставьте на паузу. Так, сундук закрыт. Но мы, конечно же, сможем открыть его с помощью отмычек. Замок легкий. И, конечно же, награда за его вскрытие соответствующая. Мы отравили гнезда. На выход. Осталось отравить чаны с медом. Так. Наверное, яд засыпается сверху. Епаса-то. Отмычка сломалась. Да почему? Легкий же замок. Наконец-то. Подсыпали мы яду. Этот замок невозможно взломать. Нужен ключ. А, вот же он висит. Жду не дождусь, когда Сабьерн заскулит. Тише ты. Тебе что-то непонятно? Все готово. Ну, самое время. У меня уже сил не было капитану зубы заговаривать. А моя плата? Тебе придется подождать, пока капитан не закончит. Можешь тут посидеть пока, если хочешь. Блин. Надо было просить аванс. Теперь он нам ничего не заплатит. Так, Сабьерн. Теперь, когда мы решили твою маленькую проблему с вредителями, что если я испробую твоего меда? Конечно, мой господин. Это мой лучший мед. Зовется особый мед Хонинга. Думаю, вкусовая палитра придется вам по нраву. Да брось ты. Это мед, а не вино. Чтобы его нюхать и смаковать. Вы имелосьмерых? Что... Что это такое? Я... Я не знаю. Что-то не так? Ты уверял меня, что тут все чисто. Я тебя... Я от тебя в кандалах сгнаю. Нет, пожалуйста. Не понимаю. Молчи, идиот. Сам виноват. Не стоило располагаться в таком загаженном месте. Умоляю. Пожалуйста. Все совсем не так. Я даже скрипа двери не услышал. Уже все? Ты... Ты тут будешь за старшего. Пока я совсем не разберусь. С удовольствием. А ты... Ты идешь со мной в драконий предел. Увидим, как тюремный воздух прочистит тебе память. Теперь... Двигай. Послушайте, уверяю вас. Это какое-то невероятное недоразумение. Сказал, двигай. Прощай, Сабьер. Жестко тебя подставили, мужик. А отныне мы тут командуем. Все прошло как нельзя лучше. Тебе еще что-то нужно, прежде чем ты вернешься в Рифтен? Мне нужно проверить книги Сабьерна. Значит, Мавен хочет найти частного партнера Сабьерна, да? Тогда тебе прямая дорога в кабинет Сабьерна. Он держит большинство бумаг в столе. Вот. Это тебе пригодится. Ты почему-то не упомянул того психа, что живет в тоннеле. Мне показалось, будет лучше опустить кое-какие детали в наших предыдущих разговорах. Не хотелось давать тебе повод отказаться от работы. К тому же Мавен счастлива, что мы избавились от него. А мне теперь не придется тратить деньги на убийцу. Что ты будешь делать с медоварней? Начну превращать ее в медоварню Черный Вереск Запад. И чем скорее, тем лучше. Такой у Мавен план на это дело. Она меня назначила тут главным, чтобы мед шел без перебоев. Так этим я и займусь. Если будешь в округе и захочешь сбыть с рук что-то краденое, дай знать. Не забудь замолвить за меня словечко перед Мавен. Это я все сделала, не ты. Я не могу поверить, что все получилось. Придется поверить! Вот та самая бумажка, которой нужна Мавен. И снова квадратики. Короче, отнесем ее Мавен. Пусть сама это расшифровывает. У нас с тобой никаких дел нет, так что проваливай. Да что ты грубишь? Надеюсь, ты с хорошими вестями. Дело сделано. Вот нужные сведения. Немного мы узнали. Единственное, что может указать на партнера Сабьерна, этот странный символ. Да, я не в первый раз вижу этот символ. Что ж, кто бы не подписывался этим странным символом, он пожалеет, что связался со мной. Немедленно сообщи обо всем в гильдию воров. Еще есть вопрос твоей награды. Думаю, тебе понравится сумма, которую я плачу за услуги. Думаю, мы закончили. Думаю, что да. Но все, я в гильдию. Я в гильдию. Привет, рад тебя видеть. Хочешь поучиться стрелять? Почему бы и нет? Что у тебя на уме? Я научу тебя всему, что знаю сам. Учи меня. Если захочешь поучиться стрелять из лука, найди меня. Да, мой учитель. Говорят, что бедолага Сабьерн попал в тюрьму в Вайтране. Как же ему не повезло. Очень кстати для Мавин. Именно. Теперь ты понимаешь, как работает наша система? Мавин сообщила, что тебе удалось там что-то еще раскопать. Это важно для гильдии? Опять тот же символ, что и в златоцвете. Значит, это не совпадение. Сперва Оренгот, теперь Сабьерн. Кто-то пытается нас задавить. Поссорить Мавин с гильдией. Что нам делать? Мерсер думает, что знает, как вывести нашего врага на чистую воду. Он хочет тебя срочно увидеть. Я бы на твоем месте поторопился. Я его никогда таким злым не видел. Окей. Ага, вот и ты. Я поговорил со своими людьми по поводу добытых тобой сведений о поместье златоцвет. Но никто не смог опознать этот символ. Тот же самый символ обнаружился на медоварне Хонинга. Похоже, враг пытается нанести нам удар из-под тяжка, настроив против нас Мавин Черный Вереск. Очень умно. Ты восхищен? У них много средств, и им удавалось годами оставаться в тени. Я поражен, что им удалось столького достичь. Только не спутай мое восхищение со слабостью. Наш враг будет жестоко наказан. Как можно их прищучить? Несмотря на всю их осторожность и тщательное планирование, они допустили ошибку. В найденной тобой купчей упоминается Гаджул Лей. Согласно моим источникам, это старый псевдоним одного из наших связных. Его настоящее имя Гулум Ай. Скользкий ублюдок. С чего мне начать? Гулум Ай. Наш агент восточноимперской компании в Солитьюде. Готов поспорить? Он был посредником при продаже поместья Златоцвет. А значит, он может назвать нам имя покупателя. Найди его и вытряси из него все, что сможешь. Если будут вопросы, поговори с Бринюльфом до отъезда. Хорошо. Не могу поверить, что Гулум Ай во все это влез. Этот арганианин собственный хвост в темноте не найдет. Пойми меня правильно, он бы у нищего вытянул последний сепс. Но он не стратегий. Думаешь, с ним могут быть проблемы? Проблемы? Он один из самых упрямых ящеров, которых я знаю. Та еще работенка. Тогда как его разговаривать? Тебе придется подкупить его. Только так мы привлечем его внимание. Если это не поможет, следи за ним и узнай, что он задумал. Этот Гулум Ай просто взорвался. И можно будет на него надавить. Предатель он или нет, жить он будет. Рад видеть, что ты перенимаешь наши методы. Глупо терять выход на восточно-имперскую кампанию, пока мы всего не узнали. Просто сиди у Гулум Ая на хвосте, и он точно во что-нибудь давляпается. Чем Гулум Ай полезен гильдии? Гулум Ай работает на складе восточно-имперской кампании. Он помогает разбирать все товары, которые приходят и уходят из Солитьюда. Это значит, что у него есть доступ к лучшим товарам, которые приходят на берега Скайрима. Он не совсем член гильдии, но он платит нам долю от всех своих находок на складе. Думаешь, Гулум Ая стоит остерегаться? Есть воры, а есть Гулум Ай. Ни чести, ни закона. Он тебе руку пожмет и в ту же минуту ударит ножом в спину. Он в последнее время забывает делиться с гильдией. Говорит, что товаров на складах мало. Наверняка врет. Держи ухвостро, он очень хитрый. И если Гулум Ай запоет, что дальше? Отправляйся в гильдию и доложи Мерсеру. Это чрезвычайно важно. Если узнаешь, что Гулум Ай нас дурит, и товара у него больше, чем он нам говорит, это тоже будет очень полезно знать. Восточная имперская компания? Кто они такие? Да нет же! Гулум Ай не совсем член гильдии, но он платит нам долю от всех своих... Группа купцов, которая основала порты по всему Тамриэлю. Они фактически монополизировали торговые перевозки. Говорят, их прикрывает сам император, а это значит, что у них почти неограниченные ресурсы. Так что не тереби империя. Удачи в Солитьюде. Не убивай Гулумая, но напомни ему, кто мы. Сделаю. Рад снова тебя видеть. Взаимно. Итак, кто это у нас тут? Хм, дай угадаю. Судя по запаху, ты из гильдии. Но это невозможно, потому что я сказал Мерсеру, что больше с ним дел не имею. И я насчет поместья Златоцвет. Я не торгую землей или недвижимостью. Но если тебе нужны товары, это, конечно, ко мне. Можешь не отнекиваться. Гаджул Лей. Ты был посредником для нового владельца. Может, да, а может и нет. Не могу же я помнить все свои сделки. Может, есть что-то, что освежит твою память? А вот это предложение весьма кстати. Мне как раз нужно кое-что раздобыть. У меня нашелся покупатель на ящик огненного вина. Один такой ящик как раз хранится в синем дворце. Да, принеси его мне, и мы поговорим про поместье Златоцвет. Ладно. Вот он ящик венца. Украсть его было еще проще, чем конфету у младенца. А, я вижу, у тебя есть вино. Отдавай его, и мы поговорим. Огненное вино у меня. Хорошо. Мы же не можем допустить, чтобы покупатель потерял терпение и стал искать другого продавца, верно? Вот. Возьми это. Я сам, конечно, не могу его использовать, но надо же как-то заплатить тебе за товары. Ты меня что, подкупить хочешь? Отнюдь. Я считаю это вложением в свое долголетие. Что до поместья Златоцвет, я тебе расскажу, что знаю. Ко мне пришла женщина, которая попросила представлять ее интересы в одном деле. Она мне показала полный кошель золота и сказала, что мне нужно всего-то заплатить Оринготу за поместье. Я принес ему деньги и ушел с ее экземпляром купчей. Она не говорила, зачем ей его покупать? Нет. Я обычно не задаю слишком много вопросов работодателю. Думаю, ты понимаешь. Но я заметил, что она крепко ненавидит Мерсера Фея и хочет до него добраться. И все? Ни имен, ничего? В нашем деле мы редко называем имена. Кто мы зависит от того, сколько у нас денег. По-моему, ты мне врешь. Это все, что я знаю. Я же не говорил, что у меня есть все ответы. Теперь, раз мы договорились, я пойду своей дорогой. Сдохни, Ульфрик, изменник лихой. Как ты сгинешь, так будет у нас пир горой. Надо проследить за этим Гулумаем. Он точно что-то недоговаривает. Он идет на склад Восточной Имперской Компании. Брейнельф нам о ней рассказывал. Ты меня пустишь? Дракон напал на рощу, Кин. Почему? Почему там? Неужели нигде не безопасно? К сожалению, да. Драконы нападают повсюду. Так, так, так. Здравствуйте, козочка. Не стоило сюда приходить. Фак. Охрана. Ну-ка, сравним эту броню с нашей. Доспехи 17. У того шлема 19. Но у нашего есть еще одна дополнительная плюшка. Короче, моя снаряга получше будет. Так что не буду я надевать эту. Хотя, возможно, что если бы я ее надел, то меня бы приняли за своего. И не нападали бы на меня. Тихо. Голумай все еще не замечает слежки. Что это было? А, заметили все-таки. Ладно, ничего страшного. Главное, чтобы нас не заметил Голумай. Иначе, скорее всего, миссия будет провалена. Так что дадим ему возможность оторваться немножко. Доброе утро. Доброе утро. Приятного аппетита. В 과ал-лайн-пай. Проект или рак. Или. Какой-то. Правильно. Проект. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Куда он там зашел? Не понял... Он что, под текстурой провалился что ли? И идет обратно... Странно... Че ты делаешь, э? А, он тело заметил... Подошел, посмотрел и дальше пошел... Продолжение следует... Че-то я не понял, куда он зашел... А, вот оно что... Здесь, оказывается, есть тайный проход... Так, растяжка... Ловушка для непрошенных гостей... Если придется, я тебя убью... Ненавижу капканы... Я че, все время должен в пол смотреть, чтобы их увидеть? Че за бред? Тут кто-нибудь есть? Сохранимся, пожалуй... Это пещера какой-то самый настоящий лабиринт... Что это было? Что это было? Что это было? Тут кто-нибудь... Считается. Кого-нибудь... Кого-нибудь? Дальше нужно тянуть... Кого-нибудь? Кого-нибудь! Давай же У нас всего две осталось Надо у кого-нибудь еще купить Давай, Лида, мочи ее Я болею за тебя Не верю Если придется, я тебя убью На, сука Га! Га! А вот и Гулумай Что это было? Надо убить эту громилу Но так, чтобы не задело нашего органианина Есть! Занятия по стрельбе из лука не прошли даром Постой Не нужно рубить с плеча Все не так плохо, как кажется Я все собирался рассказать Мерсеру Честное слово Пожалуйста Он же меня убьет Сначала пой А потом я решу Ладно, ладно Это Корлия Зовут ее Корлия Судя по твоему тону Ты ожидаешь, что мне знакомо это имя Мерсер тебе о ней Не рассказывал Корлия Это воровка Которая убила Прежнего главу гильдии Гаула Теперь Она охотится на Мерсера И ты ей помогаешь? Помогаю? Нет Нет Послушай Я даже не знал, что это она Пока она со мной не связалась Прошу Поверь мне Где сейчас эта Корлия? Я не знаю Когда я ее спросил Куда она отправилась Она только сказала К началу конца Вот Возьми Купчую на поместье Златоцвет И когда будешь говорить с Мерсером Скажи ему Что живым Я ему нужнее Ладно же, Вега Такс Златоцвет А ты мне что Опять не все сказал, что ли? Я буду помалкивать О твоей афере Но за тобой Должок Вот теперь ты говоришь На моем языке Знаешь что? Если тебе Понадобится Сбыть краденое Приноси товар ко мне Я тебе хорошо заплачу Считай меня Своим новым другом На севере Зачем Корлея купила Поместье Златоцвет Я ее О том же Спрашивал Но она не стала Мне говорить Но теперь Когда я знаю Кто она такая Я думаю Она Пытается Ударить Гильдию Воров Побольнее А как это повредит Гильдии Мавен Черный Вереск Нужен мед Из поместья Златоцвет Для медоварни Она держала Поместье В кулаке При помощи Гильдии Если Владелец Отрежет Гильдию От поставок Он Сильно Навредит Мавен А ее Это Не устроит На месте Мавен Я бы Обвинил Гильдию В слабости И Неспособности Удержать Поместье То есть Мавен Разуверится В нас Именно О гильдии Жизненно Необходима Поддержка Мавен Корлея Много Времени И Средств Положила На это Дело Документик Этот я Заберу Возражение Есть? Считай Что это Подарок Чтобы Обеспечить Твое Молчание Мне От него Все равно Одни Только Неприятности Корлеи Он Даже Не Нужен Она Хотела Сохранить Продажу Втайне Вижу И Это Удалось Но Ты Не Забудь Сказать Мерсеру Что Я Честно Все Рассказал Ладно Да Только Сначала Мне Пришлось Проследить За Тобой Ты Конченый Козел Продолжение Продолжение следует... Сейчас мы тут по полной этот складик разграбим. Да, здесь есть чем поживиться. Продолжение следует... Что-нибудь из этого ненужного мы загоним торговцу. Так, эти рычаги открывают тайный проход. Он наверняка ведет к выходу.